НОВОСТИ НА ДОНУ НОВОСТИ НА СЕЛЕ И ЖИЛОЙ ЭКО-РАЙОН В РОСТОВЕ Агрохолдинг «Степь» построит в Азове зерновой терминал стоимостью больше миллиарда рублей. На производстве создадут 150 рабочих мест, говорит гендиректор Андрей Недушка. С точки зрения инфраструктуры данный терминал будет способен перевалить более 2 миллионов тонн. Уникальность инфраструктурного объекта заключается в том, что по сути он будет состоять из двух терминалов. Один стандартный для перевалки зерновых, это в основном пшеница. И второй для нищего культуры. Еще один морской инвест-проект реализуют в Таганроге. В районе Северного Мола появятся гидротехнические сооружения. Они увеличат грузооборот порта на 300 тысяч тонн в год, говорит гендиректор компании «Морской зерновой терминал» Юрий Курилов. Это строительство универсального природочного комплекса в порту Танру. Строительство это позволит, это первое, защитить Северный Мол от внешних воздействий. И второе, увеличить разобороты. Следом губернатор подписал еще одно соглашение о развитии экономики Таганрога, передает корреспонденты телеканала Дон-24. Завод «Лимакс» вводит в строй вторую очередь. Речь идет о выпуске стальных панельных радиаторов, отопительного оборудования и строительстве автоматизированного склада готовой продукции. Это направление сейчас особенно востребовано, отмечает Василий Голубев. Это высокотехнологичная производство с очень высоким уровнем качества продукции. Как уже было сказано, она поставляется на экспорт, она востребована в России. И очевидно, что новый этап развития в тренде сегодняшнего дня. Также губернатор подписал соглашение о строительстве эко-района Вересаева. Инвестор вкладывает в него 24 миллиарда рублей и готов не менее 5% квартир отдать дольщикам. Также на форуме подписали соглашение с компанией X5 Retail Group об открытии 170 продовольственных магазинов с Почтобанком и другими компаниями. Делегация Ростовской области продолжает работу на форуме. Запланирован еще ряд переговоров и деловых встреч. Всемирная зимняя универсиада 2019 стартует в Красноярске 2 марта. Россия впервые примет зимние молодежные соревнования. Тему продолжит Инна Панфилова. Россия успешно провела чемпионат мира по футболу. Донская столица запомнилась всем зарубежным гостям своим колоритом и доброжелательностью. Теперь же жителям Красноярска предстоит согреть своим гостеприимством заморских гостей. О сибирских морозах не знает только ленивый. Если в Ростове летом температура поднимется до плюс 40, в Сибири огонь универсиады пронесли по улицам в минус 40. Сибиряки подготовились к играм основательно. Высокую оценку получили от министра спорта России Павла Колобкова. Уже состоялись 8 тестовых соревнований универсиады и все они прошли успешно. Мы проверили все организационные службы. И никаких сомнений в успешности проведения соревнований у меня нет. Здесь работает очень профессиональная команда организаторов, которая умеет все. Всего на время соревнований организаторы обещают задействовать 5000 волонтеров. Большинство – красноярцы. Для высокого уровня гостеприимства добровольцы должны не только продемонстрировать сибирское гостеприимство, но и быть готовы ответить на все вопросы, обладать всей информацией. Поделиться опытом проведения международных соревнований и встречи зарубежных гостей может и Ростовская область. Корреспондентом телеканала «Дон-24» рассказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартарес Самургашев. Уверен, что универсиада в Красноярске пройдет на высочайшем уровне. Мы имеем огромный опыт, мы, я имею в виду наша страна, уже Россия, огромный опыт проведения международных соревнований. Это и олимпийские игры в Сочи, и чемпионат мира, который прошел в России, и в том числе в Ростове-на-Дону, в нашем родном городе. И прошел на высочайшем уровне. Оргкомитет имеет этот опыт. Волонтеры уже научились общаться, грамотно работать. И то, как прошел чемпионат мира в Ростове, но Ростов звенит сейчас везде, во всех точках мира, и Ростов уже узнают. К универсиаде готовы все спортивные объекты. Их успели не раз проверить. Например, в декабре-январе прошло первенство страны по фристайлу и сноуборду. Объект уникален не только для России, но и для мира в целом. Всего на одном склоне смогли расположить сразу несколько трасс самого высокого уровня, говорит президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. Очень рады, что у нас в России появилась еще одна трасса мирового уровня по скейкроссу, и где можно создавать конкуренцию и, соответственно, повышать спортивный уровень, уровень спортивного мастерства. Отзывы всех тренеров, всех спортсменов очень хорошие. О готовности объектов состязания рассказал губернатор Красноярского края Александр Ус. Все 34 объекта универсиады сегодня готовы к приему гостей. Хочу заметить, что это дело в основном самих красноярцев. Многие из этих объектов являются не просто добротными, они являются по-настоящему уникальными и, более того, несколько из них лучшими в своем классе в мире в целом. На предстоящие игры уже продали более 130 тысяч билетов. Самые активные покупатели – красноярцы и жители соседних регионов, а также москвичи и петербуржцы. Главная цель универсиады – объединить молодых атлетов из разных стран мира под флагом взаимного уважения, дружбы и честной борьбы, а также познакомить гостей с уникальным культурным и природным богатством Сибири. Учитель английского языка лицея номер 14 стала победительницей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». Впереди у Евгении Змео региональный этап. Он пройдет в апреле. Пока учитель получил финансовый грант в размере 100 тысяч рублей, призеры и победители муниципального этапа также получают возможность занять руководящие должности в школах, которые построят в ближайшие годы в Ростове. Учитель должен постоянно повышать свою квалификацию, и подобные конкурсы этому способствуют, считает Евгения Змео. В конкурсе я принимала участие впервые. Возможность самореализации – это, безусловно, обмен опытом с коллегами. Если говорить о том, что было самым сложным, знаете, когда конкурс завершился, скорее хочется сказать, что было интересно, а не сложно. И о каких-то сложностях вспоминать даже и не приходится. Конкурс требует очень большой подготовки. Конкурс «Учитель года» проводится в России около 30 лет. В 2016-м одним из пяти победителей федерального этапа стал учитель русского языка и литературы из 11-й гимназии Андрей Барашев. Донские школы, педагоги которых выиграли конкурс на разных этапах, попали в рейтинг лучших образовательных учреждений. В этом году в топовую сотню попали лицей номер 27, 45-я гимназия и школа номер 60. И теперь они станут опорными площадками под эгидой Российской академии наук по поддержке и обучению одаренных детей. В спектакле о тинейджерах и для них швейцарский дуэт драматург Кристина Риндеркнехт и режиссер Хайнс Гублер представят в Ростове свой театральный проект. Губ Кампани – это платформа для экспериментов и открытий в области перформанса. Постановки этих швейцарцев адаптированы для молодой публики. Создатели сотрудничают с музыкантами, визуальными художниками и используют цифровые медиумы. Сегодня в Театре 18+, премьера пьесы Кристины Риндеркнехт «Ливия-13», о девочке-подростке, которую одноклассники подвергают буллингу, а родители не могут понять. Пьеса очень актуальна, говорит главный режиссер Театра 18+, Герман Греков. Пьеса написана в 2007 году, но очень созвучна к всему тому, что сейчас происходит. Подростковая травля, интернет-пространство, которое используется не всегда по назначению, в одиночество подростковое. Сама история, она очень такая, она вечная. Подростки хотят любви. За всем цинизмом, за всем рефлексием, просто что есть желание любить, желание любить самим. Завтра создатели спектакля, помимо швейцарской пары, это еще и ростовчанин, режиссер Николай Постнов, встретятся с ростовскими зрителями, чтобы поговорить о театре и о том, какие проблемы он решает сегодня. Напомню, в Театре 18+, проходит фестиваль актуального театра. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200, ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Азове ночью облачно с прояснениями и без осадков на термометре от минус 4 до минус 6 градусов. В Сальске и Зернограде от минус 2 до минус 4, также без осадков. В Миллерово до минус 7, в Морозовске и Чердково до минус 12, в Вешенской до минус 12 небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе Рогалик, что в Миллеровском районе Ростовской области ночью дождь со снегом, на термометре до минус 4 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин